Не секрет, что именно праздничные дни являются горячей порой для стражей порядка. На народном гулянии среди большого скопления людей найдется пара-тройка лиц, принявших на грудь изрядную дозу алкоголя. Как показывает статистика, именно они демонстрируют особую тягу к приключениям и, как правило, становятся зачинщиками массовых драк и беспорядков. Однако в этом году, благодаря слаженным и четким действиям сотрудников милиции, серьезных нарушений общественного порядка отмечено не было. Традиционно в период проведения новогодних и рождественских праздников сотрудники милиции заступают на усиленный вариант несения службы. Приятно отметить, что в местах проведения рождественских праздников никаких происшествий допущено не было. Относительно спокойные выходные отметили также сотрудники госавтоинспекции. Конечно, не обошлось без любителей экстрима, колесящих по дорогам в состоянии алкогольного опьянения. Число таких нарушителей в рождественские дни составило 39 человек. Не считая двух аварий, ситуация на автомагистралях Брестского региона выдалась на редкой спокойной. Первая авария зарегистрирована 5 января около 18 часов на автодороге М-10. Коберин-Гомель, граница Российской Федерации. Мужчина, 87-го года рождения, на автомобиле «Шевроле», гражданин Российской Федерации, житель Санкт-Петербурга, совершил касательный наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Пешеход, 74-го года рождения. А последующий автомобиль, который двигался за «Шевроле», Сузуки Гранд Витара, совершил наезд на упавшего на проезжую часть гражданина, не обозначенного световозвращающими элементами. Второе дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в Рождество, 7 января, около 10 часов утра. Женщина, 1958-го года рождения, жительница города Барановичи, управляя автомобилем марки «Рено», не справилась с управлением автомобиля, съехала вправо по ходу движения «Кювет» и совершила наезд на придорожное дерево. В результате аварии еще одна женщина, пассажирка данного автомобиля, 1929-го года рождения, получила травму и была доставлена на излечение в больницу. Спасателям Брестской области в прошедшие выходные пришлось потрудиться. Рождественские дни были ознаменованы 9 пожарами в Барановичском, Пинском и Брестском районах. Огнем повреждено 6 строений и 3 автомобиля. По словам пожарных, эта цифра небольшая. За рождественские выходные на территории Брестской области зарегистрировано 9 пожаров, в результате которых огнем повреждено 5 строений, а также 3 автомобиля. Гибели людей, к счастью, за этот период не зарегистрировано. Более того, в деревне Мицкевичи Барановичского района, благодаря сработке автономного пожарного извещателя в рождественскую ночь, удалось спасти трем местным жителям, а точнее семье, двум супругам и их дочери. Они услышали сработавший прибор, сигнализировавший о задымлении в строении, и в результате им удалось благополучно покинуть дом, пострадавших нет. Областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям и управлению внутренних дел напоминают, что в первую очередь от самого человека зависит его безопасность. Быть ответственными и бдительными, не нарушать общественный порядок, соблюдая эти простые правила, праздники оставят только самые приятные воспоминания.